Деньги, пластика и социальные сети. Буквально все это сегодня создает стандарты красоты. Сейчас стандартные красоты просто невероятно жесткие, поэтому нам нужно об этом поговорить. Хотя, может быть, дело вообще не в красоте, а в том, что вы родились, например, не в то время? Потому что очень часто сейчас можно увидеть такие обсуждения в любой социальной сети под вопросом, а красиво ли я? Ну и свою фотографию, соответственно, где люди в комментариях начинают оценивать внешность данного человека, а кто-то даже рекомендует, что в себе изменить, чтобы быть более красивой и симпатичной. Да, трэш? Я не выдерживаю. Сегодня мы поговорим о красоте и о том, почему же соцсети нас заставляют к себе придираться. Меня зовут Аба Мелисса, и вы готовы к этому разговору. Ах да, лайк, подписка. Недавно я в очередной миллионный раз наткнулась на вот такой вот пост обсуждения, где люди выкладывают свои фотографии с подписью «Красиво ли я?» или «Уродливо ли я?». Разумеется, я миллион раз об этом говорила, и я буду говорить об этом абсолютно всегда. Да, все люди красивы, все люди красивы по-своему, и вообще красота, она субъективна. Но я, однако, могу понять, почему они так себя чувствуют. Все это происходит из-за невероятных стандартов красоты. Буквально посмотрите на звезд любых стран, тех же американских селебрити или азиатских айдолов. Они все выглядят определенным образом. И когда ты видишь это ежедневно в ленте, то ты невольно задумываешься, достаточно ли ты хорош. Я скажу честно, мне нравится, как я выгляжу. Это та внешность, которую я бы хотела обладать, и меня все в себе устраивает. Ну, на данный момент. Не знаю, что через месяц или два у меня там не начнется какая-нибудь новая история о том, что нужно что-то бы сделать. Но это другое. Так вот, даже несмотря на то, что я сама себе лично нравлюсь, иногда я смотрю на фотографии каких-то других людей или на чужие какие-нибудь видео и думаю, блин, вот она, вот она невероятная красота, вот она невероятное роскошество, и начинаю видеть в себя какие-то абсолютно выдуманные недостатки. И я абсолютно уверена, ну, я прям вот реально готова на это поспорить, что любой человек, который сейчас смотрит это видео, рано или поздно, так или иначе, тоже себя застигал за тем, что он обращает внимание на других людей и начинает себя с ними сравнивать, даже если он изначально считает себя, ну, в принципе, симпатичным, красивым, каким угодно там человеком. И вот ты смотришь на все это и уже сидишь и думаешь, а может у меня недостаточно большие губы, недостаточно большие глаза, или вообще нос не такой. И несмотря на то, что каждый имеет право выглядеть как он хочет, речь сегодня у нас с вами не про это. В одном из моих прошлых видео я уже рассказывала вам о пластику в Корее, о том, какой азиатская красота имеет влияние на вообще международное вот это вот отношение к внешности, но сегодня мы с вами поговорим про западных селебрити, потому что они, конечно же, не меньше влияния имеют на наши с вами умы и восприятие себя. Если прямо сейчас посмотреть на большинство популярных девушек, то можно заметить, что они все так или иначе между собой чем-то похожи. Например, большие губы, идеально чистая кожа, красивая подтянутая фигура, при этом она, естественно, желательно должна быть с формами и так далее по списку. И вот буквально все, любая реклама, журналы, телевидение, сериалы, практически все обязательно должно показывать нам вот эту вот так называемую современную красоту. Ну и, конечно же, логичную связь, что если ты красивый, то ты успешный. Очень часто во многих известных фильмах мы видим, как девушка, которая выглядит обычно и, условно, там, например, не красится, не супер сильно за мной следит, она не имеет никакого успеха. А как только она начинает ярко одеваться, краситься, быть какой-то стильной, так все сразу валится к ее ногам. Я думаю, что вы сходу можете назвать просто огромное количество фильмов, где вот этот вот сюжет, сначала ты была обычная девчонка, потом ты glow-up-нулась, и вот теперь ты классная девчонка, и вообще все сразу тебя полюбили, какие-то там парни, которые тебе нравились, но до этого не обращали на тебя внимание, или вообще занимались кибербуллингом в твою сторону. Какие-то рабочие дороги у тебя тоже начинают быть открытыми, и вообще люди к тебе лучше относятся. И все это как бы, оно постоянно является лейтмотивом, в принципе, абсолютно любого произведения, не только в Азии, но, в общем-то, и у нас. Да даже если мы говорим с вами про аниме, я могу сейчас сходу просто кучу аниме в своей главе представить, где поднимается тема того, что не симпатичный человек априори менее успешный, чем симпатичный человек. Эта тема даже там очень часто подчеркивается, хотя, казалось бы, это аниме. Но прикол в том, что смотрим мы на вот это вот все добро, на все эти элементы glow-апа, но очень часто люди не обращают внимания на то, что во многом за всей этой историей стоит она, пластика. Хотя, казалось бы, абсолютно не секрет то, что пластику делают многие знаменитости, и это абсолютно личное дело каждому человеку, неважно, знаменитый он или незнаменитый, это его дело, его выбор. Но очень часто, когда мы смотрим на какие-то идеальные лица, на идеальные волосы, мы в этот момент не думаем о том, что, возможно, это все полностью прооперировано, что это красота приобретенная, что волосы тоже не настоящие, это вообще шиньон, парик или какая-нибудь накладка для волос. И так или иначе ты смотришь на вот это вот все, и ты начинаешь это в себя впитывать и сравнивать себя с этими людьми, особенно если для тебя тема внешности имеет какое-то значение. Но очень тяжело, давайте признаемся, избегать темы внешности по той простой причине, потому что, что бы мы с вами не смотрели, но если мы не находимся в информационном абсолютно 100% пузыре, все равно вот эта вот история о том, что, ну если ты суперкрасотка, то у тебя будет все классно, но если ты как бы не суперкрасотка, ну тут как бы хуху ситуативно. И вот, например, когда мы говорим слово пластика, то мне кажется, что на ум абсолютно большинство людей, если спросить у него, кто на ум вам приходит при этом слове из знаменитостей, возникнет семейство Кардашьян. Они делают операцию по лечению груди или еще чего-то там, и обычные девушки думают, блин, чтобы вот быть красивой, нужно иметь именно вот это. И прикол в том, что мода на внешность, она тоже существует, как и мода на стиль в одежде. И мода, она настолько часто меняется, там, не знаю, еще 5 лет назад было очень модно иметь округлые формы, сейчас модно сидеть на вот этих всех ужасных препаратах для того, чтобы снова похудеть до невероятно низкого веса и снова заработать себе целую кучу проблем с головой и проблем со своим здоровьем. Ну, просто потому что это сейчас тренди, и огромное количество знаменитостей употребляют вот то самое средство, которое, в общем-то, не предназначено для того, чтобы быстро худеть, но его многие как бы употребляют. И что мы с вами видим? То, что если то, что было еще лет 5-6 назад, здоровье, вот это вот все, сейчас снова возвращается к тому, с чем мы все сталкивались в начале нулевых. Ну, те, кто в это время, конечно, уже был в каком-то возрасте, когда он мог в теории со всем этим столкнуться. И тут еще прикол в том, что когда, например, начинается мода на худобу, как это снова происходит прямо сейчас, та же самая Ким Кардашьян начинает очень сильно худеть. И худеть она нездоровым способом. Ну, девушки начинают пытаться очень быстро и экстренно похудеть, а кто-то пытается найти секретный способ, каким знаменитость похудела, и использует разные, не самые лучшие методы, которые вредят здоровью. И да, абсолютно каждый человек должен нести самую ответственность за то, что он делал со своим телом, а не смотреть на условную Ким Кардашьян и думать, вот там Ким Кардашьян накачивает себе грудь, то есть я тоже должна это сделать, или вот она и вынимает, значит, тоже должна это сделать, вот она набирает вес, я тоже должна это сделать, или она его теряет, я тоже должна это сделать. Безусловно, каждый человек должен принимать это решение относительно своего организма сам, но не перекладывать ответственность на условную какую-нибудь Ким Кардашьян. Однако, мы все равно так или иначе находимся в этом информационном пространстве, мы смотрим на всех этих людей, смотрим на то, что за селебрити супер крупного формата начинают следовать селебрити среднего формата, а потом уже идет все это вот так вот по нарастающей, в итоге получается огромное абсолютно количество контента, которое нас обволакивает, с тем, что тебе просто начинают объективно говорить, что если ты не соответствуешь вот этим вот канонам сегодняшнего дня, сегодняшней красоты, то это какие-то проблемы не у общества, а у тебя. Поэтому я всегда, абсолютно всегда топлю за то, что, ребята, думайте и прислушивайтесь только к себе. Да, даже вот, я не знаю, сейчас есть какой-нибудь там тренд на условно-предположим короткие юбки, но не нравится ходить в коротких юбках, нафига тебе эта короткая юбка? Если сейчас тренд, там, не знаю, на короткие волосы, тебе нравятся длинные, не надо, делай все только так, как ты сама того хочешь или сам того хочешь, не надо прислушиваться к этому всему. Что-то может быть красиво тебе, что-то может откликаться, и ты думать, вау, классно, сейчас модят, там, не знаю, красный цвет волос, я тоже его хочу, и это абсолютно окей. Но когда мы с вами говорим про ситуацию о том, что реально гнаться за какими-то там вот этими вот недостижимыми идеалами, которые перестанут быть идеалами уже через год или через два, потому что мода на внешность, она вот так вот меняется. И то, что сейчас на внешности все поголовно снова начали худеть, ни к чему хорошему не приведет. В общем, что выходит? Чтобы быть красивым по современным меркам, нужно сделать пластику или привести свое тело в то состояние, которое сейчас находится в актуальности. И самыми популярными операциями, например, сейчас считаются это ринопластика, потом увеличение попы, увеличение груди, идеально белые зубы и так далее. Ну и, собственно, что? Все эти операции, они объединяются тем, что они очень дорогие. И что из этого получается? Чтобы быть красивой, нужно быть богатой. Но давайте перед этим поговорим о естественной красоте и о том, что ей вообще считается. Как бы, по сути, мы все понимаем, что значит естественная красота. Это иметь красивые черты лица, хорошие волосы и все такое без каких-либо косметологических, либо классических процедур. И также в это входит еще, конечно же, индивидуальность человека, потому что все еще я говорю, что каждый красив по-своему. И красота она именно в том, что мы все разные. Ну, это мое мнение, я его никому не навязываю, но я его придерживаюсь. Но сейчас очень многим действительно тяжело принимать себя в том виде, в котором они существуют. И когда мы даже с вами говорим про эстетики, которая, казалось бы, не такое уж и большое отношение имеет к внешности, все равно они влияют на наше восприятие себя. Справедливость ради даже кучи мейкап-туториалов и всего такого делается на людях с абсолютно идеальной кожей, идеальными веками, к примеру. А те же люди с проблемной кожей, нависшими веками, они уже не понимают, как делать тот же самый макеж для красоты, так как его делают на абсолютно идеальных моделях. То есть буквально все построено на идеальных людях для идеальных людей. Так что да, вот этот вот актуальный на данный момент день прийти привилеж действительно имеет место быть. Потому что буквально абсолютно со всего нам демонстрируется о том, что красивое равно успешное. А еще, я не знаю, натуткались вы уже или нет, но я надеюсь, что нет и не наткнетесь. В общем-то, если сейчас человек считается неконвенционально красивым, то для него даже ввели новый термин, это сейчас очень сильно в хорбсе на англоязычных площадках, называется он аглиход. Ну, типа, ты, конечно, горячий, но ты урод. Класс. Нет. И что самое тупое, в эту категорию относят реально красивых людей. Просто они не вписываются в современные стандарты, и поэтому, ну, их как бы называют агли-уродливыми. И даже вот эта вот штука, она доказывает один простой факт. Чтобы считаться красивым именно сегодня, именно здесь и сейчас, ты должен соответствовать определенным трендам, которые здесь и сейчас актуальны. Давайте погрузимся немного дальше. Всегда ли стандарты красоты являлись настолько сумасшедшими, насколько они являются ими сейчас? Нет. Скажу такую очень интересную вещь. Знали ли вы о том, что фотошоп на самом деле появился сильно задолго до того, как изобрели компьютер? Нет, ну, там, конечно, не фотошоп был, но это были буквально картины. Потому что картины, и это абсолютно подтвержденный исторический факт, в абсолютном большинстве случаев рисовались не так, как выглядели люди на самом деле. Потому что в каждой эпохе были свои стандарты. И в какой-то эпохе были стандарты того, что у тебя должны быть вот здесь выбритый лоб, причем очень высокий, чем он выше, тем лучше. Собственно, художники того времени, которые рисовали своих клиентов, они действительно, ну, корректировали внешность этих людей с учетом актуальной истории. Тогда в моде было быть достаточно пышно грудой женщиной, например, то художники действительно дорисовывали эту самую невероятную грудь. Там на некоторых картинах можно посмотреть и подумать, что у человека там 20 размер груди. Очевидно, его там быть не могло даже в теории абсолютно никак. Вообще нет, без шансов. Но при этом смотришь на определенные картины, там или все очень тонкие и звонкие, потому что это актуально, или смотришь на картины все очень пышно грудой, вот такие вот статные женщины, потому что это было в другой момент актуально. В какой-то момент у них у всех румяные, например, щеки, в какой-то момент у них мертвенная, мертвечина, мертвецкая, мертвецкая бледность кожи. И да, всегда эти самые стандарты были. И женщины всегда действительно шли на то, чтобы соответствовать этим стандартам, на какие-то абсолютно абсурдные штуки. Дисклеймер, если вы вдруг на этом канале в первый раз, я тоже сделала кучу всего вмешательств со своей внешностью, но это мой выбор, и я себя за это не осуждаю, как и не осуждаю никого другого. Я просто рассказываю, что эта ситуация не сегодня появилась, не 10 лет, не 20 лет, не 40 лет назад. Это было вообще непонятно когда. Но вернемся к картинам, чтобы у вас были конкретные примеры. Художники рисовали богачей намного красивее, чем те были в жизни, и доводили их до идеала того времени. Один из таких художников это Питера Вандервесс. Он создал серию портретов, и женщины в них были похожи друг на друга. А все потому, что он сделал их похожими на любовницу короля. Сейчас очень часто можно увидеть тейк о том, что все люди делают инакую пластику, все друг на друга похожи, но по факту в каждой эпохе все равно все стремились быть похожими на какой-то вот этот вот общественно принятый идеал на то время. В том же самом деле на Снабике красивыми считались девушки с довольно объемной фигурой. И на картинах того времени вы просто не увидите ни одной очень худой женщины. Потому что такая фигура тогда показывала, насколько человек богат. Потому что он мог позволить себе все, что угодно в любых количествах. И это считалось очень престижным. А помните, еще была мода на огромные парики? Тогда на голове была жуткая тяжесть из-за них и из-за каркаса. А если денег на парик не было, то собственные волосы наматывали на каркас, смазывали всякими маслами и очень много чем, чтобы был вот такой вот объем. В итоге в таких волосах заводились насекомые и туда нередко залезали даже мыши. Если вы спросите как, я не знаю как, но это просто исторический факт. Еще в какой-то момент в моде были зеленые платья. И казалось бы, ну окей, зеленые платья, в чем проблема? Каждый год цвета меняются модные. А проблема собственно в том, что раньше зеленый цвет был невероятно ядовитым. Чтобы получить зеленый цвет, эти платья красили смесью с мышейком и добивались именно вот этого богатого изумрудного зеленого оттенка. Нюанс только в том, что краска впитывалась в кожу, появлялись язвы, болезни, и это было безумно токсично. Так что абсолютно всегда богачи жертвовали собой во имя красоты и также чтобы доказать свой статус. Даже зная, что это зеленое пресловутое платье, оно блин ядовитое. Ну и для краткого исторического экскурса давайте возьмем еще не только 17 век, но например еще и 19. Тогда начинается тренд на осиные талии, на вычурную европейскую одежду, на корсеты, а также на осветление волос. И в деле девушка должна была галять плечи и ходить с очень тонким выражением лица. Тогда же в моду входит очень-очень тонкое платье, которое даже называли голым. И чтобы эти платья были на самом деле безумно тонкими и создавали вот этот вот эффект того, что тут только что вышло из воды, и на тебя прекрасно строится какой-то шелк, эти платья дополнительно смазывали водой и так действительно ходили. Только есть нюанс в том, что ходили далеко не только в температуру плюс 30 градусов, но и в плюс 10. Дополнительное тепло тебе периодически смачивали водой, то есть в течение дня ты просто ходишь в мокрые тряпки, чтобы потом заработать пневмонию, что тоже как бы исторический факт. А потом, ну вы сами понимаете, что пневмония, она как бы и по сей день не самая приятная болезнь. Так что стандарты красоты абсолютно в каждую эпоху были очень разными. Но есть принципиальное отличие между тем, что было раньше, и тем, что есть сейчас. И оно заключается в доступности. Раньше все эти вещи действительно были доступны только очень богатым людям. А небогатые люди, даже если бы они где-то нашли эти деньги, они бы не смогли все равно себе это позволить, просто потому что их стиль и уровень жизни он не позволял, ну, заниматься тем, чем занимались богачи тех времен. Сейчас же у нас все это стало сильно более доступно. И теперь, при желании накопить даже на любую пластическую операцию, у человека такой вариант есть. Тогда у человека такого варианта бы просто не было. Даже если он всю жизнь просто бы копил, он бы не накопил. Именно по этой причине так быстро меняются тренды. В том числе на фигуру, ну и на черты лица. Все постоянно меняется. Да даже прямо сейчас тренды прошлого обратно возвращаются. То, с чего мы начинали это видео. И это всякие корсеты, это объемные платья, да даже фигура супертонкой талии, большой грудью, но при этом с достаточно тонким телом. И просто именно из-за доступности не только самым богатым людям все так рвутся к этому и стремятся попробовать что-то новое. Ну и, конечно же, больше всего к этому тянет знаменитости, а за ним уже подтягиваются и другие люди. Извините, мне срочно пришлось прервать видео. Поэтому я вынуждена продолжить его в другой день. Поэтому вот такая вот у меня резкая смена аутфита сегодня произошла. Давайте обсудим одну из самых хайповых сейчас операций на Западе. Это BBL. Какие звезды только не делали эту процедуру. В основном она делается для того, чтобы иметь объемную попу на фоне узкой талии и худых ног. Кстати говоря, в Корее это сейчас тоже очень сильно популярно. И когда ты приходишь в какую-нибудь пластическую хирургию в Корее, там обязательно будет висеть огромное количество постеров с девушками, у которых фигура буквально во, во и во. И это считается очень круто. И даже у очень многих айдулов можно заметить настолько малореалистичные и редко встречающиеся в повседневной природе, в повседневной жизни фигуры, когда на фоне действительно объемной, очень красивой задней части человеческого тела, я не уверена просто, что можно говорить это слово здесь, мега тонкие и худые ноги. Эта операция сейчас очень сильно продвигается в социальных сетях. И естественно, что звезды ее делают, а многие смотрят на этих звезд и тоже думают, что им это надо. Опять-таки это выбор каждого. И мы просто обсуждаем. Меня лично пугает данная процедура, но опять-таки я ее не делала, у меня из моих близких знакомых тоже никто этого не делал, поэтому я не понимаю. Но мне простое человеческое, очень непонятно, как типа сидеть, ходить в туалет. Поэтому если кто-то делал эту процедуру, обязательно расскажите, это реально интересно, потому что я бы с большим удовольствием сама бы это почитала. Для этой операции сначала набирают вес, потому что, собственно, попа накачивают за счет собственного жира. И вот на выходе получается большая попа и очень худое тело. Но раньше эти операции делали не всегда качественно, потому что все обвисало и выглядело, мягко говоря, не очень. Из рисков у этой процедуры это прям конкретный такой послужной список, например, раздражение крови, болезни. Иногда происходит невероятно ужасное осложнение вплоть до некроза. Но справедливости ради это может произойти абсолютно при любой пластической операции, но конкретно в случае с Бибель рисков действительно много. О, кстати говоря, интересный факт. Когда я была в Корее, так вышло, что я познакомилась с женой пластического хирурга. И мы с ней просто классно проводили время, общались, естественно, я ее спрашивала о каких-нибудь интересных инсайтах и внутрянках. Самое интересное, она сказала, что мой муж, ну, то есть ее муж пластический хирург, говорит, что своей жене он бы никогда не сделал две операции. Первая операция это липосакция. Он сказал, что вообще категорически типа нет, а что огромное количество осложнений после не ведут. И против липофилинга. Знает, когда из одной части твоего тела откачиваешь жир, чтобы потом этот жир что-то с ним там пересделать, и потом подсадить его в какую-то другую часть его тела. Такие дела. Перейдем к венирам. Слово говоря, я делала вениры, у меня есть отдельный влог об этом. Вы можете это посмотреть, где я рассказала, во-первых, почему я решила сделать эти самые вениры, как это я проходила, и буквально вы можете побывать у меня даже во рту, потому что я снимала видео, как мне прям там конкретно все пилят. Справедливость ради прошло несколько лет с момента, как я поставила вениры. Я всем довольна, у меня все отлично, выглядит они вот так. У меня никаких претензий на данный момент нет, но все еще нужно помнить, что прошло только два года. Так вот, вениры. Казалось бы, стонатологическая процедура, с ней все достаточно понятно. Но за счет того, что этот принцип действительно достаточно понятен, я уверена, что люди, которые работают в сервисе стонатологии сейчас со мной будут готовы поспорить, и я даже не против. Я только за. Проблема-то не во мне, а проблема в том, что таком мнении придерживается большинство людей, которые находятся около стонатологической сферы. И сейчас, благодаря этим людям, они делают гайды о том, что буквально за 2000 долларов я научу вас устанавливать вениры дистанционно, буквально за пару уроков. И таким образом появляется огромное количество невероятно неопытных, не обученных стонатологов, которые устанавливают вениры, потому что прошли онлайн-обучение. И все-таки одно дело, когда ты покупаешь какой-то гайд, не знаю, потому как оформляешь свой профиль в социальной сети, ну, по сути, да, если никому не навредишь, и ради бога. Другое дело, когда люди покупают гайды, непонятно у кого, по установке венир, и потом они устанавливают эти самые вениры реальным людям. И люди на это идут, потому что стоимость услуг установки вениров у такого человека, у которого даже не так, что есть, кстати, стомологическое образование, давайте начнем с этого, но понятное дело, что человек там получается гораздо ниже, и люди в цели в экономии идут непонятно кому. Еще одна проблема всего этого в том, что эти самоучки могут делать вениры на вольные зубы, которые абсолютно никак не подготовлены к установке вениров. Чему за пару дней можно обучиться, и что после этого может сделать такой недоврач своему будущему потенциальному пациенту, это просто за гранью добра и зла. Конечно же, когда приходит клиент к такому горе устанавливателю вениров, он подписывает соглашение о том, что даже если он откинется, никаких претензий он не имеет, и любой риск, связанный с его здоровьем, он осознает и вообще принял эти решения, он самостоятельно, без какого-либо давления, и вообще это его выбор, поэтому то, что произойдет с его телом, даже если там совсем все печально будет, но ни вина, ни до доктора, который даже доктором может и не являться. Давайте вспомним звезд прошлого. Например, Мерлина Монро. Она была буквально иконой своего времени и считалась безумно красивой. Но насколько бы она вписалась в современные стандарты красоты? Как будто бы не сильно, да, она безусловно потрясающая, но так или иначе, по современным канонам, у нее нет ярко выраженных скул, сделанного мини-носа, или же идеальной по современным меркам фигуры. Вообще в интернете в последнее время существует очень много разгонов о том, что текущие люди родились не в свое время, потому что если бы мы сейчас родились в какой-то другой период, мы бы соответствовали тем стандартам красоты. Я не могу сказать, что я с этим согласна, потому что это звучит как-то сомнительно, да и вообще история как бы не прощается с лагательного наклонения. Единственное, что хочется отметить, то что действительно в каждой эре, в каждом десятилетии есть абсолютно свои стандарты, которых, ну, кто-то придерживается, кто-то не придерживается, но это уже право выбора человека. Но так или иначе, мода, она существует вообще на все. Мода есть не только на окрашивание, на макияжи, на стрижки, мода есть и на внешность человека. И те люди, которые считались безумно красивыми, там, не знаю, в 60-е, в 70-е, в 80-е и так далее по списку, да даже если мы говорим про 13-й условный век, это все еще абсолютно разные идеалы, это абсолютно разные люди. Да, кто-то может и до сих пор считаться невероятно красивым, даже по стандартным меркам, но если уж так получилось, что человек невероятно выиграл в генетической лотерее, эта генетическая лотерее соответствует тому, какое сейчас представление о вот этой вот невероятной красоте. Но, с другой стороны, действительно тренды меняются, поэтому так ли сильно стоит за ними куда-то гнаться, или все-таки стоит спрашивать больше у себя, а что мне-то на самом деле нравится. Все-таки у нас у всех есть свои предпочтения, и кому-то нравится, не знаю, например, светлый цвет волос, и как бы модно сейчас не был черный цвет волос или зеленый цвет волос, все равно этот человек предпочитает именно блонд, это его выбор, ему он нравится, это, например, я. Как бы там, не знаю, мода не была сейчас на зеленые волосы, на синие волосы, на русые волосы, я вот абсолютный фанат блонд-оттенка. Да, блонд может быть разный, но я вот чистые серии по белым волосам. Конечно, у меня были эксперименты, потому что мне хотелось посмотреть на себя в разных образах, у меня были и голубые волосы, и розовые волосы, это вроде больше никаких не было, но, тем не менее, я все равно понимаю, что мой выбор это именно блонд. И даже если сейчас-то вообще станет анти-трендом невероятно немодным, мне будет абсолютно пофиг, потому что мне это нравится. То же самое, как мне нравятся определенные черты лица, там, не знаю, определенная структура тела, и, короче, к чему я вообще все это рассказываю? То, что все люди разные, у всех вкусы разные, и даже в разное время у людей абсолютно разный массовый вкус. Но так ли нам стоит гоняться за этим массовым вкусом, или все-таки стоит прислушиваться к себе? Если тебе не нравится большая попа, то, как будто бы это не то, что нужно делать, потому что это сейчас тренди, потому что пройдет 10 лет, и, как мы уже говорили, вот во случае всех последователей Ким Кардашьян, большинство из них уже вынули все эти импланты из своей задницы, хотя тогда все стремились к этому. Короче, забейте вообще на всех фиг. Хотите делать себе попу? Делайте себе хоть самую огромную попу в этом мире. Не хотите делать? Не делайте. Думайте всегда о том, что вам нравится на самом деле, и всегда, когда вы смотрите на какую-то картинку где-либо, где угодно, даже если эта картинка преследует вас просто во всех социальных сетях, на улицу выходите, там просто нападение большой попы происходит на вас слева и справа, и сверху, и снизу. Всегда думайте о том, вообще вам это нравится, или вас заставляют это полюбить. А вот тут провинируют. Субтитры сделал DimaTorzok